Омские управляющие компании массово отказываются от обслуживания домов. Сегодня таких брошенных многоэтажек уже 250. Для коммунальщиков вложения в ремонт оказываются несоизмеримо большими, чем будущая прибыль. Что теперь делать жильцам, выясняла Юлия Боброва. Жители 42-го дома по улице Магистральной плохой погоде радуются. Хотя бы временно не будет зловонного запаха от этой свалки. Над кучей мусора кружили мухи, в ней же плодились крысы. Управляющая компания ЖКХ-сервис расторгла договор с жильцами. Коммунальщики оставили людям один мусорный контейнер, остальные увезли. Все произошло сразу после того, как жильцам заявили, что дом признали аварийным. Наши аварийные дома обслуживать у них нет возможностей. Они от нас просят, чтобы мы провели капитальный ремонт всех сооружений. В ЖКХ-сервис заявили, компания перестала обслуживать 60 домов. Большинство из них, как уверяют коммунальщики, должники. А значит, все законно. Старый ЖКХ-сервис, банкротство, это не секрет. Это не секрет. У нас открыты три новые управляющие компании. Будем прямо говорить, рентабельно неинтересные дома. При структуре тарифа 15 или 16 рублей у них там, сбор по начислению в месяц получается 12 тысяч с небольшим. А дебиторская задолженность на доме, на 42-м, во всяком случае, составляет 100 тысяч рублей. Брошенных домов в Омске 250. Большинство вот такие, малые этажности. Большого дохода управляющей компании они не принесут, особенно если дом старый и есть неплательщики. В этом доме нет даже домофона. Зайти может любой. На стенах следы народного творчества, на полу окурки и грязь. Управляющая компания бросила дом три года назад. В таком случае людям нужно решить, как управлять домом. Если в нем до 30 квартир, можно заняться самостоятельным управлением. Если больше, создать ТСЖ. Также можно найти управляющую компанию. Но если жители не примут решение, дом выставят на аукцион среди коммунальщиков. Результат предсказуем. Управляющим компаниям содержать такое жилье невыгодно. К примеру, с девятиэтажной новостройки собирают около 200 тысяч рублей в месяц. Чистая прибыль всего 10%. С маленького двухэтажного дома доход не превысит 10 тысяч. Прибыль все та же, 10%. И это при условии, что платят все. А если дом старый, дохода не будет вообще. Одни жалобы. Любая жалоба – это проверка Государственной жилищной инспекции либо другой надзорной организации. Есть дома, где они брошены по другим основаниям. Люди бы готовы были платить, но не берут, потому что боятся ответственности. Например, за лифт, который в аварийном состоянии. Если жалоб и предписаний по домам много, управляющая компания лишается лицензии, поясняют эксперты ОНФ. Ранее предлагали датировать старые дома или создать муниципальную управляющую компанию. Но в городском бюджете не хватило денег. Брошенный дом и аварийный дом – это синонимы. Чтобы решить проблему брошенных домов, не нужно смотреть, как бы их дальше обслуживать. Правильнее было бы, как их дальше сделать так, чтобы в этих домах граждане не проживали по причине предоставления других жилых помещений. Потому что, как автолюбители скажу, вкладываться в машину, которая через день ломается, бессмысленно. Некоторые дома разрушаются с каждым днём. Как, например, пятиэтажка на улице «50 лет профсоюзов». С её жителями также расторгла договор управляющая компания. 11 мая здесь рухнула кирпичная кладка. Спустя две недели дом продолжает разрушаться. Но аварийным здание до сих пор не признают. Юлия Боброва, Евгений Слепов, Сергей Степанишин, Алексей Попов. ОМСК «Здесь». Субтитры создавал DimaTorzok